Теперь хочется немножко поумничать, поговорим сейчас совсем немного про мужчин и много о женщинах. Женщины наши все, наш прекрасный пол. Я уже ранее говорил, что у женщин есть вниз три уровня. Первый уровень это женщина болеет, второй уровень это сильно больна и третий уровень вдова. Но, соответственно, мужики, которые находятся с такими женщинами, в общем, такие женщины называются проклинающие. То есть есть женщина, которая обвиняется у мужчин, наказывает его, не понимает, что наказывает таким образом себя, своих семей, свою семью, своих детей. То есть это путь к разрушению. В общем-то, каждая женщина, если вы хотите, чтобы у вас, если вы мужчина, то сначала вы пытаетесь как-то ей подсказать, помочь, увидеть. Если вы видите, что у вас не получается помочь, подсказать, то вы начинаете излучать труп. У вас очень скоро будет инфаркт или инсульт. Так что у вас выбор, либо попасть в мертвичины, либо вы текаете, по-русски съемываетесь. Другого варианта у вас нет, потому что если женщина приняла решение быть правой, то она вас неминуемо приведет за собой и потом вас же будет обвинять. Поэтому женщины, которые слушают это, если вы хотите, чтобы у вас была счастливая семья, вам очень просто надо. Я найду скрин, вышлю, есть, недавно увидел такую вот картинку, продаются в магазинах. Мама всегда права, там, мама и так далее. Мама, мама, мама. Сейчас я себе найду, я постараюсь прикрепить. Здесь это в ролике. Правда, там надо сделать, и некоторые женщины это покупают, думают, что это такая шуточка, ставят у себя дома, заставляют всю семью в эту чушь верить. Женщина, я уже говорил, она волшебник, она мах, а мужчина, он воин, он достигатель. Если женщина путает и становится вот таким вот воином, то есть себе яйца мужа переносит, то это близкий крах семьи, полюбас. Там, правда, везде надо вместо слова мама всегда, везде надо ставить слово дура, 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 дура. Потому что если женщина выбирает такой путь, то ничего ты сделать не сможешь, потому что женщина должна сама принять это решение. И я понимаю, что это будет не быстро, не просто, а именно женщина и ведет свою семью. Женщина склеивает семью, женщина создает этот очаг. А мужчина, он просто вовне достигает и приносит, так сказать, к камину дрова, харчи и так далее. Все, вот такой короткий ролик. Сейчас найду этот, я недавно это фотографировал, эту штучку и приложу. В следующем видео будет как раз вот там над чем поржать. Все. Хорошо.